Итак, к вопросу о получаемых нашим телеканалом денег из Евросоюза. Азербайджан выражает официальный протест против того, чтобы Армения вступала в таможенный союз с Россией. Об этом заявил, официально звучит должность вот так, заводделом по общественно-политическим вопросам администрации азербайджанского президента Али Гассанов, сообщает лента.ру со ссылкой на тренд. Недовольство Баку связано, конечно же, с оккупацией, я цитирую, азербайджанскую сторону, с оккупацией азербайджанских земель, тема Нагорного Карабаха, которая возникла еще и в советские времена. 737-7310, телефон прямого эфира, то есть нежелание видеть таможенный союз высказывает, ну, по крайней мере, Армения в таможенном союзе высказывает не только ряд европейских структур, но вот Азербайджан тоже, как говорится, вписался. Еще раз скажу о том, что 24 декабря министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко исключили из Национального союза журналистов Украины. И вот сейчас, кстати, вот интересная информация, почему министра внутренних дел принимали в НСЖУ аббревиатуру союза журналистов, поскольку он, оказывается, некоторое время работал телеведущим в Донецкой области. Виталий Захарченко исключенный из Союза журналистов за несоблюдение требований Евромайдана, частые случаи избиения журналистов и ненадлежащее расследование дел, касающиеся журналистской деятельности. И вот такие дела. Кстати, что касается ведения программ, я не знаю, что там вел Захарченко, но журналист Украинской правды Сергей Лещенко говорит о том, что центральные телеканалы получили некие темники, ссылаясь только на Лещенко, это неофициальная информация, получили темники, в которых Майдан сегодня будет дискредитировать через проституцию. Картинка должна быть следующая. Проститутки с лентами Евросоюза, дабы не ошибиться, рассказывают, как к ним стали массово ходить клиенты с Майдана, тем временем МВД отчитывается о раскрытии притонов вблизи палаточного лагеря. В своих синхронных проститутки должны рассказывать, что основная клиентура из партии «Удар», очевидно, что к проституткам они заезжают в перерывах между избиениями Татьяны Черново и получением инструкции от Саакашвили, написал журналист Украинской правды Сергей Лещенко. Примечательно указывает мой коллега, что газета «Веси», которая принадлежит одному из олигархов, ну близка, скажем так, одному из украинских олигархов, уже сегодня утром начала активно распространять такую информацию о проститутках на Майдане. На Майдане не был, не знаю, не видел. Лещенко нам такое сообщает. И Виталий Кличко, цитую, мову и оригиналу пресс-службу политической партии «Удар», называя брехливыми та беспредставными заказы пана Чинчина про нібито причетность братьев Кличків до криминальных угруповань. Как известно, сегодня имя Кличко привязали к той ситуации, которая случилась с Татьяной Черноволой, тоже журналистом, которую избили. Картинку эти все видели по центральным каналам, по тем, кто еще это все может показывать, а вернее обязан показывать. С этого и начнем наш разговор с кандидатом политических и наук, экспертом Натальей Каптусаровой. Здравствуйте, Наталья. Телефон 737-7310. Звоните, задавайте свои вопросы. Уже есть звонок. Ну, давайте начнем с звонка, потом перейдем к Татьяне Черноволу. Мы, конечно, желаем ей скорейшего выздоровления. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер. Во-первых, большое вам спасибо, Сергей, за нашу передачу правдивую. И у меня вот такой вот вопрос по поводу канала АТВ. Вот, значит, они любят антибальтанщиков, они не любят, что вмешиваются в нашу страну, другие страны, общие и так далее, и так далее. У меня такой вопрос. Как они оказались в европейском суде со своим каналом АТВ и обратились за помощью? Я знаю, о чем вы говорите, Наталья, вы подтвердите мои слова. Наталья Перевалова, бывший главный редактор телеканала АТВ, действительно была в европейских структурах, по-моему, во Франции, если я не ошибаюсь. И рассказывал о той ситуации, которая сложилась вокруг телеканала АТВ и бывшего народного депутата Игоря Маркова, которым, кстати, суд продлил лишение свободы. Была сегодня такая видеоконференция Игоря Маркова с судом, по крайней мере, об этом сообщает ряд СМИ. Наташа, давайте я вам переадресую такой пас. Почему телеканал АТВ? Кстати, здесь был руководитель АТВ, один из немногих каналов, а может, мы единственные, кто показал позицию АТВ в прямом эфире. Ну, это второй вопрос. Почему коллеги из АТВ оказались все-таки в европейских структурах, обращались туда, потому что ситуация вокруг АТВ... Потому что коллеги из АТВ борются теперь за свое место под солнцем. Вот когда у нас касается работы, либо еще чего-то, у нас сразу возникают двойные стандарты. Мы не любим Евросоюз, но мы обращаемся в европейские инстанции, мы не поддерживаем массовые акции. Ну, помните, когда журналисты выступили в поддержку АТВ, АТВшников там не оказалось почему-то. Вот, поэтому на самом деле АТВ борется за свои права. Насколько я знаю и насколько, наверное, знает все журналистское сообщество, есть формальные юридические основания для лишения АТВ лицензии. Мы сейчас не будем говорить о политике. Лицензия — это такой документ, который дает право обещания каналу в эфире. И там прописаны ряд условий, которые телеканал обязан соблюдать. Причем телеканал — это же не только та картинка, которую вы видите в эфире. Это вообще юридическое лицо с определенной хозяйственной деятельностью. И телеканалы точно также платят налоги. Нам с вами точно это известно, не только нам. Есть люди, которые более опытны в этих делах. Телеканалы платят налоги, и кроме того, у телеканалов есть некий уставной фонд. Потому что юридическое лицо, чаще всего, это ООО. И у телеканалов есть учредители, как это ни странно. И это очень часто те люди, которых зрители не догадываются. Мало кто знает, и которые, как правило, поверьте мне на слово, очень часто мало разбираются в телевидении. И пользуясь своей популярностью, и пользуясь тем, что АТВ, то есть Игорь Марков тогда был в политической фаворе, где, наверное, дирекция или управленческий персонал телеканала АТВ не выполнили ряд условий юридических, не внесли изменения в лицензию АТВ. И поэтому их лишили по суду, а все изменения в лицензию вносятся в течение недели после того, как произошло то или иное юридическое событие. Наташа, ну давайте вот тема АТВ, как бы она болезненно не воспринималась журналистским сообществом, ну, рядом журналистов и теми, кто смотрел АТВ. Мы сегодня говорим о другом. Вот о Татьяне Черновил, о позиции Кличко, потому что его обвинили в связях, его и его брата в связи с криминалитетом. Но опять-таки есть телефонный звонок, и тогда уже точно мы закончим тему Черновол. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Я уже понял. Да, вот у меня Ян Борисович. Да, Ян Борисович. А такое зубы, что я вам говорю? Нет, упаси Боже, Ян Борисович. Сейчас вас узнаю. Адрес вам тоже говорите? Не, не надо. Я могу вам адрес задать. Потому что вы говорите это. Если можно, давайте так покороче, чтобы мы не превращали эту площадку в дискуссию между вами и мной. Давайте не будем это. Вопрос по существу. Да, по существу. Пенсию я получил в этом месяце. Наполнение 50 гривен. Я не знаю, в какой государстве вы получаете пенсию. Скажу, Украина. Во-вторых, я хочу вам сказать другое. Вот те, кто стоят на Майдане, они хотят, чтобы пенсионеры не получали пенсию. И вы хотите, чтобы мы не получали пенсию. Ну, вы абсолютно не правы, Ян Борисович. Чтобы нам не платили пенсию. Чтобы был хаос. Чтобы мы нормально не жили. Вот что хочется. Ян Борисович, понятно, спасибо. Вы вопросы, по сути, не задаете. Вы всегда высказываете одну и ту же точку зрения. Цензуру вводить никто не собирается. Но, тем не менее, давайте более интересные все-таки вопросы. Я вас поздравляю с повышением пенсии. Думаю, что просто на выплату пенсии нету бюджета пока, несмотря на то, и на выплату стипендий. Ну, кстати, станок по нашей информации уже включили, поэтому обещают к Новому году все получат. Ну, по информации экономических экспертов, собственно говоря, те первые 3 миллиарда долларов, которые должны прийти, да, и уже пришли вроде бы как из Российской Федерации, они как раз идут на выплату пенсии. Это же все, давайте эта тема не нашего разговора, все-таки ситуация с Черновил, да, с Черноволом. Давайте не только ситуацию с Черноволом, а немножко пошире. На самом деле, в этом году в Украине, ну, были избиты, да, пострадали при исполнении своих опрямых обязанностей 101 журналист. Это только, давайте говорить так, зафиксированные случаи. Зафиксированные случаи, когда люди обратились в суд, либо правоохранительные органы. Так вот, 64 человека из них пострадали от рук милиции. Как это ни печально и ни странно звучит. Ну, это сразу можно перевести, почти 70%. Хорошо, 64. Почти 70%. Скажу еще одну циферку, даже я вам подсмотрю. Значит, большинство из них женщины. Из 64 человек, 48 это женщины. Совершенно непонятно, что привлекает в избиение не только журналиста, но и женщины. Ну, то есть, это уже какие-то, видимо, патологические особенности. Вот, что касается Черновол. Ну, вообще, на самом деле, у нас профессия журналистов одна из самых опасных теперь становится. И в момент, когда такая ремарочка посещала Майдан и Киев, нам выдали жилеточку с надписью «пресса» и «каску». И наши коллеги сказали, не вздумайте одевать, потому что первые, пока мы будем бить, будут бить по прессе. Причем как с одной стороны, так и с другой стороны. Наташа, смотрите, ситуация с Черновол, СМИ тоже опять разделились на какие-то провластные, оппозиционные. Там уже пошла и бытовуха, и якобы ее участие в области. Смотрите, у нас, если кто-то из журналистов, наших коллег, получает какие-то травмы, не всегда связанные, да, вроде как, на первый взгляд, с профессиональной деятельностью, как это было на Майдане. Вот с Черновол, там машина, подрезали, били и так далее. Вроде как, на первый взгляд, бытовуха. Сразу говорят, человек был пьяный. Тут нельзя было сказать, потому что человек находился за рулем. Вроде и власть не пойдет на то, чтобы светиться официальной машиной. Тут уже Турчинова предлагают лишить депутатской неприкосновенности. Это все организовала оппозиция. Кстати, а где вот те миллионы, которые якобы нашли в офисе Батькивщины? Как-то непонятно, да, тема ушла. Валерий Писецкий, политолог, просит показать, куда они ушли. Как и сервер, который, вот непонятно, изъяли компьютеры, а где они, где информация на серверах. Я далека от мысли, что... Это политтехнологии? Это политтехнологии, это грязная политтехнология. И я не думаю, что со стороны оппозиции самое интересное, ну, с моей точки зрения, возможно, это кому-то покажется крамольное, я думаю, что это определенная подстава в сторону президента. Причем это вот вопреки... Майдан сейчас не нуждается в подпитке, в провокации, в каких-то горячительных всплесках эмоций для того, чтобы этот Майдан существовал. Они уже ушли в такую... Такую тянучку, да, в Майдан. Они создали общественное объединение Майдана. Это называется стояние, да. Это даже уже не стояние. То есть перешли в такую бюрократическую сферу, создают эти осредки всеукраинского общественного объединения Майдана. Вы как будто наш предыдущий эфир слушали, да, про шахматную секцию в том числе. Ну, я просто вчера присутствовала на создании группы, извините, опять же, по созданию этой общественной организации в Одессе и возглавливал ее Андрей Иусов. Но, опять же, я не думаю, что это делал удар. Я понимаю, что тут еще, что касается Чернового, да, понятно, тут две цели. Первая – порочить лидеров оппозиции и начинаются какие-то привязки. Вторая тема, вот, и я все-таки в этом уверена, что это для того, чтобы поставить президента. Есть телефонный звонок, да, мы прямо в эфире, здравствуйте, говорите. Добрый вечер. Алло, добрый вечер. Добрый. Вы знаете, Янукович Сангиновин, он уже до того добил людей, что уже здесь больше невозможно было. Вышли люди, высказали свою боль, и уже добились, у них лидеров нет. Кто это? Вот этот фашист, свобода. У него ж кроме загреть, убить, побить, он когда говорит, у него глаза из-за битвы лазят. Вот это он все и наделал, и поэтому люди злые же на этот Майдан. Если бы не было этого фашиста, может, ничего бы это и дети бы добились. Спасибо. Комментируйте. Абсолютно согласна, что там нет лидеров. Поддерживаю. И именно поэтому избиение Чернову, как всплеск для того, чтобы Майдан был, ничего не дает. Он просто ничего не дает, кроме очередного возмущения и, ну, наверное, вот реакции журналистов на все эти события, реакции других стран на это событие. Я все-таки вернусь к этой теме. Майдан — это политехнология, это борьба не только между оппозицией и президентом или партией власти, это борьба не только гражданского общества в Украине с тем беспределом, который творится в этой стране, но и это поле для борьбы других стран, и это поле для борьбы, ну, скажем, Европейский Союз и Россия, самая близкая для нас, и это поле для борьбы финансовых групп. Мы об этом не очень любим говорить, ну, политтехнологии, почему, гораздо проще поговорить о политике, да, о журналистах. На самом деле, я думаю, что идет некая война между финансовыми кланами, местными, украинскими кланами, с российскими, по ходу дела, за влияние об Украине. И я думаю, что каким-то образом финансовые кланы решили ограничить, ну, так называемую, деятельность, так называемой, президентской семьи. — Наташа, я скажу больше. Ваши слова подтверждают заявление ряда представителей партии власти, регионалов. Есть такой депутат Святош, он уже заявил о том, что он, конечно же, не является сторонником отставки президента Украины, это понятно, да, регионал за отставку главы государства, но ему больше импонирует позиция парламентско-президентской республики. Я думаю, что вряд ли регионалы сами по себе осмеливались бы делать такие заявления. То есть, есть вот тот движение, о котором вы говорите, присутствует, наверное, есть борьба. — И уже все-таки определенная центробежная сила внутри партии власти присутствует. — Механизм запущен. — Да, механизм запущен, тем более и Майдан спровоцировал, и нестабильная ситуация. У меня один коллега говорит, мы сейчас живем в ситуации стабильной нестабильности. И, к сожалению, никто, ну, кроме, наверное, Господа Бога, не может предсказать, чем закончится эта ситуация. — А я предскажу, что у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. — Алло, здравствуйте. — Здравствуйте. — Дело в том, что я много раз была на Майдане, то есть мы вот ездили специально, чтобы посмотреть, действительно, что там, одесситов там тоже очень много. И мне бы хотелось сказать по поводу донационализма, который часто вопрос звучит, дело в том, что там люди с русскоязычным языком не чувствуют себя никаким образом лишними, что никто не чувствует себя, это не вопрос, который не звучит на Майдане, что это не важно, каким языком ты говоришь, важно, какие чувства у тебя есть. И если на сцене выступает такой человек, а где он сидит, и он говорит такие умные вещи, я когда его слушала, я просто не могла бы, он такой умничка, как можно его не поддержать? Это просто, я говорю, таких людей надо его в интервью брать, потому что это не национализм, это то, чего нас научили много лет, нам навязали, он пошли в Сибандея, вот националисты, это знаки равенства. Но это все не так, и люди там стоят не ради какой-то национальности, а по другим поводам они туда вышли. Вы являетесь членом политической партии какой-нибудь или нет? Нет, никакой партии, я ездила туда просто... Я это почувствовал, поэтому задаю вопрос, чтобы другие одесситы услышали. Я не поддерживаю никаких партий, я ездила туда собственно по своему... Спасибо огромное, вы знаете, вот сегодня лозунг такой на Майдане появился, я его целиком поддерживаю, хотя, наверное, нельзя в своих же эфирах говорить, что сегодня на Майдане выступают не за Евросоюз, а за сохранение Украины. Мне очень понравилось, что это все-таки Майдан достоинства прежде всего. Я абсолютно согласна с девочкой, которая позвонила, на Майдане люди абсолютно толерантны, они предельно вежливы, особенно когда возникает тема языка, говорим на разных языках, я тоже говорила на русском языке, у меня не возникало никаких проблем пообщаться с людьми на Майдане. И я согласна, что люди там стоят не за Евросоюз, они стоят за Украину. Дело в том, что Майдан, еще особенность Майдана, о которой опять же не любят говорить у нас и наши коллеги-журналисты, он опасен для власти сейчас тем, что туда... Нам пытаются рассказать, что Майдан это сброд бомжей сейчас, там отвратительно пахнет, у нас очень много в интернете появилось и в прессе информации о тех, кто был на Евромайдане, якобы был от студентов. Я видел сюжет Севастопольского местного канала, я вернулся лет на 50 назад. Да, то есть дискредитировать любыми силами. Опасность Майдана состоит в том, что туда вышли люди за идею, с чувством достоинства, они вышли за Украину и туда вышел средний класс, назовем его так. 70% людей, которые стояли на Майдане, но стояли во всяком случае ранее, это были люди с высшим образованием. Раньше то, что делала оппозиция, ну они свозили членов партии, не будем скрывать, были какие-то проплаченные моменты, но когда вышли бизнесмены, то есть Майдан живет не только за деньги Евросоюза, он не живет за деньги Евросоюза, он живет за пожертвования... И это могут быть не только деньги, мне так довелось быть 29-30 декабря, ноября и 1 декабря на Майдане, то есть я попала как раз на первый снос Майдана. И я должна сказать, что меня поразили провайдеры, которые договорились между собой, то есть все-таки у нас сработала система глушилок и мобильная связь в Киеве прекратила действовать. И кто бы мне не звонил... Все прям по законам военного действия. Да, по законам военного действия, кто бы не звонил мне, мне говорили, что такого номера не существует, и народ пугался, мои родственники, знакомые пугались. Поэтому все общение в первые несколько дней шло через интернет, через твиттер, через фейсбук, и даже украинская правда и ряд телеканалов по ночам высвечивали интернет-переписку для того, чтобы как-то координировать действия людей. Но я к чему? Предприниматели договариваются между собой и покрывают зону бесплатного Wi-Fi фактически весь Крещатик. И там места около администрации президента, если не смогли организовать бесплатный Wi-Fi, то выкидываются в интернет, выкидывались параллель. Наташа, есть телефонный звонок, время очень быстро убегает. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Я хотела спросить уважаемого политолога, считает ли она, что вот все, что разговоры о Майдане, вот и тут уже больше месяца, это на руку несостоявшейся партии власти, которые очень рады, что народ отвлечен от всех более насосных проблем, чем сам Майдан. И все, что делается у нас даже в городе Одессе, безвластие такое же, как и в стране, это на руку вот тем нечестным людям, которые сейчас используют эти моменты. И не пора ли, наверное, чтобы кто-то приверил какое-то понятие достоинства государства и поставил бы на листах, кто виноват, кто нет. А в отношении несчастной журналистки Черновил, я бы хотела сказать, это ужасно. Ужасно, что избили девушку, женщину, журналистку. Но помните, когда на Майдане она била стекла машины и влазила в машину, которая стояла... Машину СБУ. На глазах стоял Ясенюк, он убрал тыс. Ее не остановили, это тоже ужасно. Это не должно было быть. Она, конечно, очень экзотированная журналистка. Но она что делала... И ничего ей не сделали. Поэтому мне вот сейчас вопрос тоже к вам. А как же вот сидит Маркл, за что, за то, что 6 лет назад он кого-то бил? А тут то, что делается сейчас, вот эти вели дни, которые оппозиция или не оппозиция, бьют друг друга и никого не ставят. Им делают там действие. Поэтому я хочу сказать, что все, что у нас делается без власти, позор власти и позор оппозиции. И я хотела бы узнать ваше мнение. Спасибо за ваш вопрос. Ну, есть в этом доля истины, наверное, большая доля истины. У нас всегда любят валить всю вину на предшественников. То есть термин, который был в Азаров, попередники. Именно попередники, да. Это очень актуально. То есть сколько у нас уже Юлия Владимировна сидит в тюрьме, нам все время вспоминают ее методы правления. Несмотря на то, что вроде как и цена на газ уже упала. Вы помните, Тимошенко обвиняли в том, что в ручном режиме... У меня цены на газ для населения не будет. Об этом заявил профильный министр. Для промышленных предприятий, для олигархов будет. Для нас с вами не будет. Я абсолютно согласна, что это подло, это неправильно, это мерзко избивать женщину. Особенно трое мужчин, да, на одну. Я никому бы не советовал, не хотел бы, чтобы кто-то из наших телезрителей, в том числе, оказался на этом месте. Что бы там ни было, какую политическую подоплеку сейчас кто-нибудь не придумал. Да, экзальтированная или нет, всегда есть психология толпы. И вот она присуща всем нам. Когда присутствуешь на Майдане, то все равно попадаешь под влияние настроения. И уже через какое-то время тоже готов кричать революционные лозунги, подпрыгивать, хотя понимаешь, что это глупо. Вы помните, первые дни на Майдане, кто не прыгает, тот не украинец. Были эти детские студенческие игрушки, мы назовем это так. Поэтому, да, мы любим сваливать, мы не любим брать на себя ответственность, наша власть. Причем как с одной стороны, так с другой стороны. И оппозиция, так называемая оппозиция. Да, они любят брать на себя ответственность. Это по-человечески понятно, мы виним кого-то другого. Поэтому я согласна, что это перекладывание ответственности. Телефонный звонок в студии. Здравствуйте. Я вас очень уважаю, я вас очень уважаю. Но мне очень, вы знаете, вот тут сидит ваша собеседница и говорит, что на Майдане стоят толерантные люди. Я понимаю, толерантные люди. Я бы хотела знать, за какой счет, за какой счет все эти толерантные люди полтора месяца живут. Если я полтора месяца прошу на полторы работы, на полторы ставки. За какой счет они живут, едят, пьют, парикмахерских, в рейсах уже показывают, до смеха доходят. Скажите мне, чего они добиваются, что конкретно их цель. Я сегодня служила Азарова, умнейший, толковейший человек. Толковый человек говорит, ну вы, СМИ, не показывайте того, он правильно говорит, почему этот Майдан, вы в основании ни одного канала нет, где бы не было этого Майдана. Уже сил никаких от Майдана нет. Скажите мне, вот на вопросе, за какой счет эти люди полтора месяца живут там? За какой счет они, или там такой бардар, я извиняюсь, где Майдан, которая, 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 это самая, татьяна, черновом. Я видела, когда Майдан эти стекла. И она сама лично говорила, я заплачу. А право где ее за это платить, ее за это доказать? Почему же это нет? Почему же вы это откроете страну, и это надо? Почему, на каком основании она журналист? Она через их средние, посредние. Она не так же знает, как журналист поддерживает определенную сторону. Что именно журналисты, что только с одной стороны? Ну разве такое? Ну хотя бы на этот вопрос ответить. Понятно, спасибо. Вы знаете, что касается, кто поддерживает Майдан, у меня очень много киевлян, и среди бывших сослуживцев, военных журналистов, которые поддерживают устремление Майдана. Сейчас приставку «Евро» сознательно убрал людей, которые большинство вышли, опять-таки, за наши и ваши права. Есть у моей супруги хорошая знакомая, которая снимается в очень популярных украинских телесериалах, актриса Виталина Библио. Вот она лично каждый вечер готовит еду и везет ее на Майдан. Это ее право, это ее выбор. Наташа, за счет чего живет Майдан? Вы там живете? Нет, я хотела бы уточнить, что... Вы пару копеек хоть дали нам, давайте откровим. Я нет, я нет, но я ощутила себя журналистом, что у меня есть определенные обязанности, я попыталась быть достаточно объективной в этой ситуации. Я просто хотела бы уточнить, давайте не поймать понятие толерантности, за какие деньги. Толерантность и вежливость – это модель поведения в данном конкретном месте. И то, что люди подчеркнуто вежливо относятся друг к другу, не говорит о том и не может ответить на вопрос, за чьи деньги они там стоят. Что касается, за чьи деньги они там стоят. Ну, вы частично этот вопрос, кстати, ответили у предыдущих. Да, они стоят и за пожертвования. Я думаю, что все-таки идет и партийно финансирование, но не будем скрывать. Ну, есть, да. Потому что ставятся палатки. У политических партий, в том числе оппозиционных, есть некое имущество. У них есть некие бизнесмены, которые финансируют. Я вам скажу больше, по моим данным, Майдан будет в Киеве стоять как минимум еще месяц. Что будет дальше, я пока не знаю. Но вот такие разговоры... Тут просто смысл. Из источника оппозиционных парней. Да, они живут там, да, их там кормят. И причем их кормят гораздо, и кормили, да, гораздо лучше, чем анти... Так называемый анти-мойдок. Так, вы знали, что собачьих в Одесском церкви кормят лучше, чем украинских солдат. Кстати, вот министр Лебедев приравнял сегодня офицерский состав к старшинам. Давая интервью, он сказал, что по увольнению, а в следующем году армию сократят на 10 тысяч офицеров, более 10 тысяч. Так вот, командир взвода, это офицеры, как минимум, там, лейтенант, старший лейтенант, иногда и капитан, если подзадержался в звании, получит, там, по-моему, 17 тысяч гривен по увольнению. И он остается фактически без работы. А у старшина второй статьи, это сержант, господа. Это не официально, он получит, там, по-моему, на 800 гривен меньше. Вот такие у нас министры обороны. Ну, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Видимо, мы зацепили. Да-да, доверите, если можно быстрее. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Это опять старый знакомый ваш. Приятно. Я, конечно, благодарю вам, что вы позволяете вот так людям дозваниваться. Спасибо вам за открытый день на канал, потому что я сколько раз помню, звонил, когда Квачнюк выступал по АДВ, за сколько лет? Ни разу, ни разу я не буду звонить. Давайте вопрос, все с вами потом, да. Две минуты у нас. Знаю, что человека, когда Марков группой били ребят, кто бы ни не был, но они сделали человека инвалидом эти группы. Инвалидом эти группы уже закрыть надо было, и давно надо было закрыть. Человечник церемонился. И, наконец, слава богу, что пропал этот динозавр Квачнюк телеканала. Я всем говорю, что пока Квачнюк будет на телеканале, тем быстрее его и закрою. Это один из моментов. У вас 30 секунд, если можно, время заканчивается. Сережа, я задавал на прошлой передаче, поднял на такой момент, чтобы действительно была справедливость. И сказал, какое количество было на моей дате. Ну, я вам ответил. Да, вы помните, да? И расстояние... Все понятно, да, да, вопрос, вопрос по сути, время заканчивается. Где звонок? Пропал звонок? Пропал звонок. Ну, вот пропал звонок, да. Там был вопрос по теме, сколько людей помещается на Майдане. Наташа, вот ваши данные есть? Данные МВД до 200 тысяч. Я думаю, что там помещается гораздо больше, исходя из личного опыта. Потому что в тот момент, когда собрался Майдан, вот этот миллион Майдан, так называемый, да, то были... Это же не только площадь имеется в виду? Это не только площадь, это были все прилегающие улицы, в том числе и до Михайловского собора. Все улицы, которые шли вверх, включая институтскую, несмотря на то, что были заполнены людьми. Насколько... Есть звонок еще телефонный? Нет, уже не успеваем, к сожалению, дать ваши звонки. 30 декабря, в канун Нового года, у нас один мой коллега сказал, что будут такие поздравлялки, а не телемарафон. Нет, будет телемарафон. Я настаиваю на этом. Мы начнем свою работу в 14 часов. Это будет прямой эфир. И закончим? Закончим. Обязательно. Финишируем. Поздравим с Новым годом. Наталья Каптусарова, кандидат политических наук. Всем, кто не дозвонился, звоните нам в понедельник. Мы после Нового года очень быстро выйдем на работу, потому что чувствуется, накал страсти есть. Есть желание услышать разные мнения. Есть желание услышать права. Наташа, спасибо вам огромное. Это был ваш взгляд. Это мой взгляд. Это ваши звонки, уважаемые телезрители. Мы работаем для вас. Хороших хлопот новогодних, хороших выходных и поменьше пробок в городе. Что есть, то есть. До встречи на нашем канале. Берегите себя и своих близких. До свидания.